Итак, почему же я уйду в лес? Я много лет шел к людям, но, видимо, шел я против закона природы. Точнее, не против закона природы, а против такого энергетического барьера. Когда, чтобы помочь, нужно затратить такое количество энергии, что как-то ее даже и нет. Я приводил такую аллегорию, что чему подобен человек? Он подобен дереву. Вот вырос саженец, его взяли, выдернули с корнем, пошли в другое место, воткнули просто. Он переболел саженец, переболел, через 3-4 месяца опять корни дал, опять выжил, дальше растет. Через годик опять это дерево выдрить из земли, где-то опять воткнуть. Не знаю, на какой раз это дерево просто перестанет уже выживать, перестанет корни давать, и ему нужен будет уход, чтобы оно выжило. Виновата ли дерево? Может быть, это уродливое дерево, генетический урод или больное такое. Что, от него надо просто избавиться? А может быть, его можно выходить, и оно потом вырастет в большой, даст плоды? Вот об этом могут судить только серьезные люди, об этом могут судить только люди основательные, глубокие, без этих, всяких там, крымнашей в жопе и других патриотических. Так сказать, ладно, не буду я про это. Вот. Тут я не о национальностях, вообще не о политике тут, а о простом общечеловеческом признаке, в человеческом принципе. Вот. В основном люди поступают так, что они какую-нибудь такую мелочевую помощь раздувают до больших размеров, преподносят ее как настоящую. Кстати, вот в Европе очень много людей, вот захожу я в библиотеку, передо мной стоит, ну, человек из фильма «Люди в черном», такой весь крутой, в этом костюме крутая стрижка, ну, это просто охранник, у него в голове пусто, они могут копировать вот эти все штучки. И эти люди пустые на самом деле. И вот задорно смеялся, вот, мол, тупые, но они не тупые, они просто, знаешь, такие совершенные шестеренки. Обществу этому, этим, кто держит это общество, им нужны шестеренки, чтобы хорошо работало и много производило, потому что они тоже конкурируют. Для конкуренции им нужны рабы совершенные. Вот эти рабы совершенные, им не нужны лишние функции, им нужны четкие функции, но они должны работать исправно, четко. То есть, вот в Австрии я заметил, в людях это есть. У них выше ценится, так сказать, исправильное исполнение долга, так сказать. Шаг лево, шаг право, у них нет, мало свободы здесь мышления. То есть, задорно ошибся, проблема не в этом. А наши люди, которые живут в таком хаотическом бульоне и выживают, у них такие шестеренки растут со всех боков разных размеров, и вот они такие сложные эти люди. И они вот могут приспосабливаться, и, ну, с другой стороны, они не могут на месте такой совершенной шестеренки хорошенько шестерить. Они не могут, вот, им нужно потерять свою индивидуальность, чтобы стать такой совершенной шестеренкой. То есть, это просто разные, не тупые, не умные, дело не в этом. Так вот, почему я ухожу? Я вот шел к людям, да, ну, вместо людей я встречал шестеренок. Вот, ну, в России понятно, когда у людей кушать нечего, там, так сказать, начинают с собратьев своих избавляться, вот как Гитлер, да, там, от всяких разных собратьев избавляться. И желательно оставить всех одинаковых, одинакового роста и так далее. Вот. Ну, вот в Европе, сколько я уже, больше полутора лет, и вот из них я год живу в палатке. Вот в разных странах. В Польше в палатке живу, в Австрии в палатке живу, во Франции в палатке жил, да, жил. И вот что, вот, это была цель малоприезда сюда. Почему я с первого дня, например, ну, вот в Австрии, не мог радоваться жизни, радоваться тем хорошим австрийцам, потому что я был к ним очень расположен. Почему они меня гасили, так сказать, с первого дня? А вот у них такая была цель, у них другой цели не было. Они во мне вообще не видели человека, индивидуально с ним надо было меня загасить, получить деньги, во-первых, за меня с Евросоюза. Там 1200 евро платят в месяц за беженца. И в определенный срок выслать. Во Франции то же самое. Шестеренки. Ну, ладно. Вот пришел в префектуру, что они меня спросили, как на самом деле, что там произошло? Нет. Да или нет? Да или нет? Определенные вопросы, вот другие вопросы, ответы на другие вопросы им не нужны. Вот они заполнили, что я с Польши, моя первая страна Дублина. Ну, все, меня начали отправить в Польшу. Все. Их не интересует, что в Польше я просто не выживу. Ну, как и здесь, я с октября по начало, по конец января жил в лесу, в палатке своей. И придется мне опять уйти в палатку, потому что подселили этих негров, которые... У них ментальный сфинктер, видимо, не работает. Они гадят своим шумом постоянно, у них глотки мощные. Ну, что поделаешь? Вот так вот потихоньку я в отношении вот таких наци, албанцы, там негры становлюсь националистом. Вот с этой точки зрения. Потому что я среди них мало... Вот одни негры соседи, тихие, хотя жена у него там грызается, пыталась петь тут. Вот те, которые напротив, ну, там дети, девочки лет, наверное, по 8, по 9. Ну, вот во время войны, например, дети, 6-летние, почему-то становятся очень взрослыми. А тут мы делаем вид, что дети не понимают, что нельзя орать. Ладно. Тут не только это. В общем, каждый день для меня это большое испытание. Мне негде отдохнуть просто, кроме библиотеки. В библиотеке я работаю. Но дело даже не в этом. Дело в том, что тут я долго жить не могу вот в этой клетке. Но дело в том, что они, вот эти соцработники, они, как сказать, сделают вид, что все нормально. И все вокруг, все-все-все-все абсолютно сделают вид, что все нормально, все отличное жилье. Как, например, приходила даже комиссия в ту общагу, где афганцы жили в Австрии. И они даже заключение такое составили, комиссию, что все нормально. Дверь, часть двери вообще это одинарное стекло. Тоже щели, как здесь, сантиметровых дверей. Ну, како-сякак. Плюс эти афганцы, конечно, они же не кричали, когда была комиссия. Но кричат-то они побольше, чем вот эти вот. Их там было человек пять или семь вот таких основных. Ну, это стайка, или как сказать, вот. И вот они постоянно перекидывались там этими эмоциональными всякими возрастами. Тут у этих, у этих черных, они, видимо, у них вся психика построена на том, что кто громче крикнет, тот и прав. А спорить нужно, потому что они постоянно за какие-то там конкурируют, за какие-то заявушки, за что-то еще. и вот эти крики, поэтому они постоянные. Сейчас вот они ушли. Вот плюс албанский мальчик там на втором этаже тоже кричит постоянно, причем он один там, непонятно кому он кричит и дверью хлопает, бум-бум так стучит вот среди такого отстоя. Ну вот тут хорошенько слышно, как тут люди разговаривают в тут стенки наверное азбестовые, какие-то очень тонкие двери практически фанерные. Как будто она в комнате говорит. Так вот почему я уйду в лес? А потому что больше уйти просто некуда. К людям уже, ну где люди? Где те, кто поймет, кто... Мне в жизни нужны только нужны наверное только три вещи. Только три вещи. Первая тишина. Потому что я какую-то часть жизни провел в физиологическом мире, будучи ребенком, как писал, кушал, да, потом повыше уровня, выше уровня, дошел до уровня, где ушел в другую, так сказать, в одну ногу в другой мир пошел, да, в мир духовный, элементальный, или какого-то назовите, где нужна тишина. Иначе так как это большая, большая часть, часть меня, она умирает. Вот. Сейчас я выдерживаю это давление, я в предпушении того, что я отдохну, конечно, может быть, восстановлюсь, но существует такая опасность, что я сломаюсь. Что это такое? Это черная депрессия, которая проходит очень медленно, очень долго, месяцами, месяца 3-4-5, больше, мучительная вещь. А кому охота? Мучиться уже, как бы, последствий нет, давления уже нет, все отлично, но мучаешься, кому охота, да? И она сама собой как-то очень медленно проходит, нужны еще какие-то факторы. Вот. Ну и к французам идти за пониманием бесполезным. Та же префектура Старбургская мне просто обратно прислала письмо, где я написал, что они поступили незаконно и все такое. Просто обратно прислали со стикером. Это не нам письмо, не нам уже в местную префектуру. Местная префектура, я думаю, то же самое как-нибудь придумать, что это они сделали это преступление, это Старбургская префектура сделал, ей пишите. Короче, вот был. Ну, мне прямым текстом говорят, что вот, например, если вдруг я поеду в Старбург с знакомым опоздаю, потому что мои вещи могут выкинуть по закону на улицу. Вот тут так. Вообще тут оно вроде бы как работает социальное. Если ты вот входишь в пазы, это же из Тереночка, входишь в пазы куда-нибудь, уезжаешь, там вот соседи на первом этажах валятся, Грузины, что они пользуются медициной, социальной тут, вот довольные там, ну где-то, то есть люди чисто житейского, бытийского плана. Вот они сильные, это пособие, вот они довольные, все, они счастливы просто, Вот. шум им тоже тоже люди жили в казарме, тут настоящая казарма, где в одну комнату большую, в казарме, в настоящей казарме живет 5-6 семей, а то и больше. Ну так что вот чисто вот как бы механически меня, мою жизнь, может быть, и спасли от морозов минут 10, да, я не уверен, что, я, может быть, выжил бы, да, но потом бы, я не знаю, ведь человек же не только из физического оболочки состоит, он же еще духовная, духовная или физическая первая погибнет и за собой потащит остальное, это вопрос. Вот. Так что вот эти вот социальные работники местные, вот эти все, вот власть, префектура, вот они, во-первых, выражают свою ненависть, рожами всякими корчат, гримасы, словами, другими действиями, то есть они всячески выражают, что ты сюда приехал, что ты у нас тут на пособие сидишь, но пособие я отдаю, я его трачу на моих знакомых. Это проклятые деньги, потому что за эти деньги они думают, что они могут делать со мной что угодно, я должен только спасибо говорить за все. Нет, вот тут я поучу немножечко, человек как дерево, если это дерево выткнуть и куда-то там, им слишком много навалило этих деревьев, поэтому они с ними делают, что хотят, никто за эти деревья не отвечает, поэтому люди становятся бесправными. И вот это дерево требует ухода определенного, в течение определенного времени, к сожалению, человек не может вот раз, в одну секунду, раз, и заработать, раз, и язык там выучить, как они там требуют со своими гримасами, ненависти, презрения, что не знаешь, язык французский. Так что, ну, к кому идти? Я уже, по-моему, дошел до точки, до центра Европы, куда еще ехать, да? Уже, я не думаю, что где-то, может быть, где-то могут, кстати, этому дереву, который, я уже не думаю, что оно уже, я забыл, что я был когда-то писателем, и мне безразлично, что кому-то, то, что я написал, непонятно, там, далеко, это не безразлично, я знаю себе цену, я помню те времена, когда я жил, я был счастлив, я жил в труде, с утра до вечера, но я был счастлив, что я делаю открытия, я забыл, что я был таким, я забыл самоуважение, меня тут втаптывали в грязь уже много раз, из-за чего, конечно, моя душа умирала, и мой дух умирал, я хотел умирать, и умереть в Австрии, хотел на себя руки наложить много раз, но в Польше, они просто, я, разговор был короткий, с ним было все понятно, я просто оттуда сразу уезжал, вот, во Франции то же самое, во Франции тоже мне все понятно, так, ладно, без подготовки, только проснувшись, диктовал, так что, конечно, хаотично, у меня сейчас только это, есть возможность, у меня нет возможности, у меня нет много времени, я тут, получается, мешаю этим людям, на улице диктовать сейчас холодно, в библиотеке, я работаю, так что, там тоже мешать, у меня очень мало возможностей, даже диктовать, не то, чтобы писать, писать, я теперь уже, никогда ничего не напишу, так что, то, что есть.